Всем привет! С вами Камила, и сегодня я решила сделать еще одну версию новогоднего макияжа. В этот раз она будет более такая свежая, может быть, более праздничная. И если вам интересно, как сделать такой мейкап, то оставайтесь вместе со мной. Поскольку сегодня вечером я иду на вечеринку, то я, естественно, начала с праймеров, чтобы мой макияж подержался весь день. Один из них это Urban Decay Optical Illusion на лицо. А второй это Urban Decay Primer Potion Anti-Aging на глаза. В качестве тонального крема я использовала Lumine Matte Foundation. Он обеспечивает довольно плотное покрытие, но очень хорошо натурально выглядит на коже. К тому же он матовый. И нанесла я его при помощи Beauty Blender спонжика такого беленького. И поскольку брови в последнее время я обрабатываю краской от Maybelline, я оставлю где-нибудь слинк на предыдущее видео, то на брови, в принципе, я нанесла только вот такую цветную тушь от L'Oreal коричневую. И начну я с того, что нанесу на все веко до брови такой светлый оттенок слоновой кости, пудровой. И, как обычно, линки на все продукты, которые я смогу найти, я оставлю внизу. У меня здесь палетка магнитная от Inglot, и к ней постоянно липнут мои щипцы для завивки. И я воспользуюсь тенями от Inglot, вот этим вот оттенком Rainbow, это номер 123. И для начала самый светлый оттенок я растушую в складку века. Дальше я возьму самый темный оттенок из этого, трио, и тоже буду наносить его в складку века. И сначала я буду наносить его этой же пушистой кисточкой. А дальше я воспользуюсь вот такой небольшой кисточкой, чтобы концентрировать оттенок именно на складке века. И довожу оттенок сюда довольно далеко до внутреннего угла глаза. И в прошлый раз я получила несколько интересных комментариев по поводу того, что неужели ты не видишь, что у тебя тени плохо растушеваны. Девчонка, я так старалась, чтобы достичь именно вот этой вот округлой формы. Я не знаю, мне очень нравится именно такая округлая форма теней, именно когда они нанесены так, когда видно, в принципе, этот контур. Он вроде как растушеванный, но вместе с тем не такой совсем как Smoky Eyes в классическом варианте. Так что именно вот такой вот, не сказать, что не до конца растушеванный, но именно вот такая форма – это моя цель. И если вам что-то не нравится, то просто не смотрите. Или есть еще вариант, всегда можно поставить дизлайк, но было бы лучше, если бы вы написали еще, что именно вам не нравится. Теперь при помощи той же маленькой кисточки я буду наносить вот этот оттенок. Это оттенок 607, тоже из палетки Inglot. Нанесу и немного растушую. И я смотрю, что на камеру почему-то мои глаза выглядят более оранжевыми, хотя в жизни они более красноватые, поэтому не глаза, а тени. Я воспользуюсь вот таким вот клюкленным оттенком от NYX. Просто добавлю его немного еще в складку века. И да, вечером у меня будет, я пойду на вечеринку, но днем я с таким маникапом буду ходить по городу. Мне нужно сделать еще несколько дел. Так что это будет интересно. Кажется, сейчас выглядит примерно так, как я этого хочу. И теперь я воспользуюсь консилером и плоской кисточкой для того, чтобы сделать эффект Cut Crease. Не знаю, как это по-русски. Я сначала наметила границу. И теперь стараюсь аккуратно сделать форму консилера. И заполню вот эту внутреннюю часть века. Как-то так. Теперь это надо просушить. И самое сложное повторить то же самое на втором глазу. И чтобы сделать эту линию немного чаще и заодно затемнить немного складку века, я воспользуюсь карандашом от Zayva. Так, тут, наверное, не видно. Он такого цвета интересного, примерно как помада. Оттенок It's Never Over. И он сделает эту линию более четкой. А заодно добавит такого холодного оттенка. И сейчас это выглядит примерно вот так. Теперь я воспользуюсь тенями Be Trendy от Zinter's. Я как-то их уже показывала. Это оттенок T2. У них, да, не очень удобная такая упаковка, что все тени во всей округе. И я воспользуюсь плоской кисточкой. И это очень красивый такой песочный, очень сияющий, цверкающий оттенок. Просто-просто. Красота совершенно неземная. Этим оттенком я просто заполню все подвижное веко. Я, кстати, не знаю, возможно, этот оттенок и перекрыл бы полностью бордолы. Проверять мне не хотелось. Так я знаю, что это точно будет работать. Да, по-моему, эти тени у Zinter's просто-просто волшебные. Я их показывала в каком-то видео. Они еще и стоят как-то недорого, а на скидках прям дешево. Теперь я завью реснички. Это у меня, не знаю, как оно называется правильно, завивка для ресниц. Шу и Мура. Теперь подведу верхнюю линию роста ресниц черным карандашом от Urban Decay. И проведу линию сверху. Стараюсь заполнить еще пространство между ресниц. Тушь новая от Urban Decay Trouble Maker. Она обещает эффект накладных ресниц. В прошлый раз народу не хватало драмы накладных ресниц. Лайнера, поэтому в этот раз я воспользуюсь ресничками от Aylor. Это, по-моему, какая-то лимитка от Кэти Перри. Оухани, я так и дозревая, называется. И я их... Не знаю, будет ли видно, но я каждую эту ресничку разрезала еще напополам. И наклею только на наружные кончики. И вот получилось как-то так. Чтобы реснички выглядели еще более натурально, лучше смешались, я накрашу все вместе, еще растушую. И пока тузь подсыхает, я нанесу консилер под глазом. И я возьму тот же розовый карандаш. И кисточкой растушую сначала вот этот светлый оттенок. Да, тут я стараюсь работать довольно аккуратно, потому что мои глаза очень болезненно реагируют на красные оттенки, особенно бордовые на нижнем веке. У меня просто потом три дня какая-то аллергия. Глаза текут, слезятся. Выглядит все это просто ужасно. Поэтому я так. Стараюсь работать очень аккуратно. Чтобы ни одна лишняя пылинка мне в глаза не попала. Так, кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, делаете ли вы какой-то мейкап более яркий на празднике или стараетесь не рисковать и делать то, что вы хорошо знаете. Мне обычно хочется немного поэкспериментировать, но, как известно, с экспериментами результат может быть разным. Теперь тушь у меня подсохла, и на верхние века я нанесу еще один тень от Zinter's в битрэнде. Это оттенок Т4. И он такой просто, просто такая мерцалка, сверкалка, такой как мелкий-мелкий глиттер. Я думаю, я нанесу его просто пальцем, хотя лучше использовать кисточкой. Мало ли, палец мне еще пригодится. По-моему, вообще просто выглядит все это просто сказочно, вот этот оттенок. Да, вот эти тени от Zinter's, по-моему, просто божественные. Теперь я воспользуюсь карандашом от Zayla. Это такой золотистый-желтый, After the Disco называется. И нанесу его на нижний век, внутренний век, в общем, вот сюда. И на внутренний угол глаз. Блин, такая дурацкая. В общем, я нанесу вот такой хайлайтер от L'Oreal. Хайлайтер очень классный, оттенки очень классные. Но какая-то дурацкая закрывашка, он все время открывается снизу, а она как-то вообще снизу, потому что не держится. В общем, нанесу вот такой хайлайтер от L'Oreal. Я воспользуюсь вот этим вот, все светится, серебристым оттенком. Ну, чуть-чуть совсем сюда. Хотя вы знаете, этот голубоватый выглядит, он даже будет еще более наряд. В общем, возьму голубоватый оттенок. Вот этот вот маленький треугольчик. Не знаю, видно ли там что-то. И теперь я, наконец-то, воспользуюсь пудрой. У меня есть новая пудра. Это Hour Gloss Ambient Lighting Powder. У меня оттенок, по-моему, самый светлый. Называется он Diffused Light. И что мне в ней очень нравится, что она придает такое, как эффект отполированной кожи. И вот как-то прямо сегодня у меня даже есть настроение сделать какой-то контуринг. Поэтому я воспользуюсь пудрой-румянами от Dolce & Gabbana. Оттенок номер 22. Такой очень хороший именно для контурирования. И воспользуюсь кисточкой для хайлайтера от ZOEVA. И нанесу, естественно, под скулы. На двойной подбородок. Немного прорисую линию челюсти. И на свои широкие скулы тут чуть-чуть с края. И румяна я возьму вот такие от Lancôme. Возможно, это была какая-то лимитка. Оттенок 0,27. И мне в них нравится, что у них такое. Немного как шиммер, не шиммер. Такой хайлайтерный эффект. Но он не такой какой-то глиттерный или очень блестящий. А он создает эффект очень такой живой, натуральный. И сейчас попробую показать. По-моему, эти румяна выглядят просто волшебно. И последний штрих. Это помада. У меня это мат шейкер от Lancôme. По-моему, от Татянок очень хорошо сочетается с макияжем глаз. Но вместе с тем он такой довольно натуральный. И вот такой макияж у меня получился. На мой взгляд, он с одной стороны драматичный, а с другой стороны такой достаточно свежий и носибельный. Спасибо, что были вместе со мной. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!